Всем привет! Сегодня займемся реконструкцией военных погон. Вот есть у меня такие погоны. Край нам не подходит. Нам нужны погоны 40-х годов для формы РККА, рабочей-крестьянской Красной Армии. Делал костюм для дочери при выступлении на сцене. Вот такой погон, есть у меня несколько штук. Просто берем ножницами, отрезаем. Получился такой треугольничек. Затем какой-то старый пеннипух от игрушки. Не нужно. Снял когточку такую с нее. Очень ткань похожа на ту, которую использовали раньше на ощупь и вообще визуально. Отрезаем такую полоску, она тянется. Это нам поможет этот погон подгибая краешек. Вот таким вот образом я сейчас пристрочу эту ленточку, эту письмо. А потом, когда пришью, выверну ее в обратную сторону, у меня получится вот такой погон 40-х годов. Носили их артиллеристы, младший офицерский состав, брентаниковые войска, пехота. Может быть интересно реконструкторам или тому, кто хочет сделать красивую форму на 9 мая. Продолжим. Аккуратненько кладем тесьмом. Можно конечно метать, чтобы ничего никуда не сварилось, не убегало. Но я так сделал. Я ее отрезал таким образом, полукругом, для того чтобы вытянуть, чтобы не хватило тесьмы целиком на то, чтобы обернуть вокруг погона эту ткань. Поэтому таким вот образом. Если есть маленький кусочек, к примеру, да, ткань какая-то, она нейлоновая или капроновая, не знаю. Химия, короче. Можно даже вырезать ленту спиралью. Потом ее развернуть и вытянуть. Понимаете, да? Продолжим. Подворачиваем и аккуратненько приступаем. Это, конечно, не профессиональный подход. Такое. рукоделие. Но визуально и даже на ощупь будет очень похоже на то, что нам нужно. Тем более, если планируется всего один выход для сцены, тем более заморачиваться не стоит. Щьем чуть-чуть, подтягивая ткань. Потом она у нас очень хорошо загнется и красиво обтянется наш канал. Поворачиваем. Я, конечно, не профессионал, еще я мотористка. Ну, шить люблю. Если интересно, посмотрите мои видео. Есть там самодельные костюмы, русские народные и так далее. Машинка у меня немножко барахлит. Поэтому я так вот вручную неохота возиться, ремонтировать ее. Так. Здесь немножко доводим до конца сразу. Затем отворачиваем в обратную сторону. Вышиваем. Нужно для того, чтобы поджать край канта, чтобы он у нас никуда не убежал. Отлично отрезаем. Таким образом. сжимаем. Сжимаем в обратную сторону. И в обратную сторону фиксируем. Сжимаем. И в обратную сторону фиксируем стежок. Нужно только подвернуть. Начнем с краю. Использовать будем клей. Если я такой купил на пробу. Вообще пользуюсь другим импортным производителем. Но решил попробовать супер момент. Макси объем. Универсальный секундный клей. Не рекламирую. Не очень мне нравится на самом деле. Какой-то он тянущий. И дольше сохнет, чем, к примеру, космофен. Другого не было. Взял этот. Таким образом. Начинаем. Много лить не нужно. Чтобы он ничего вдруг не вылезло наружу. Оттягиваем. Поджимаем тут. В итоге потом по этому кантику пойдем. Сейчас с этой стороны с обратно. Клеим. Достаточно быстро все это нужно делать. Потому что клей впитывается. Кань. Хотел видео с первого погода записать. Что-то не включил камеру. Забыл. Сидел. Сам с собой разговаривал. Думал пишет она. Таким образом. Здесь уголочек аккуратно подтягиваем. Не знаю кому это интересно. Может быть. Но может быть кому пригодится. Такой способ. Так что. Строго не судите. Так сказать. Костюмчик будет на один вечер. Но. Потом шкафчик уберем. Может. Чего как-нибудь пригодится. Добавил. Немножко. Выпитрешил. Так. Прикладываем. Поднимаем. Стол. Подтягиваем. Кстати. Во время войны. Не хватало средств. Для армии. Мастеров было много. И в окопах. Сидели. Шили себе погоны самодельные. Из повыручных средств. Так что. Можно сказать. Что у нас настоящий погон получается. Вот. Таким образом. Чуть-чуть ниточки здесь конечно. Это ладно. Ничего страшного. Ну такие вот два погонщика у меня получились. Сейчас найду обувки где-то у меня были. Мои старые медицейские погоны. Мылое время. Остались какие-то птицы. Одночки у меня. Сейчас такие уже не ночи. Одна погонщица есть. Сейчас мы ее пользуем. Пугольцы такие же в принципе практически. Как и были во время войны. Ну по крайней мере с 43 года. Насколько я помню. Но это алюминий. А были медные. Такая пуголька. Ну мы используем такие пугольцы. Где-то они лежат там. Вытащу. Нужно сделать здесь дырочки. Размер от края до пуговицы. Половина диаметра пуговицы. Примерно около пяти миллиметров. Но не столь важно. Делают многие подальше немножко. Практически аутентичные погоны. Времен Великой Отечественной войны. Вот что у нас получилось. Времен Великой Отечественной войны. Времен Великой Отечественной войны. Времен Великой Отечественной войны. Продолжение следует...